всем доброе утро сегодня будет влог и влог начинается с кофе до представляете у нас во всей округе во всех ближайших магазинах закончились какой-то дефицит капсул для кофемашины пришлось идти в видео но это не так уж и плохо потому что получилось девчонкам купить какао мне тоже любят очень такое какао именно из кофемашины предыдущем влоге где я показывала платья которые купила многие из вас выразили сожаление о том что я не показала как это платье сидит на мне вот и справляюсь но это не платье скорее больше сарафан то есть здесь сбоку разрез невысокий и сзади получается спина достаточно открытая на молнии но красная не на молнии вот это на молнии и здесь завязывается такое романтичное я очень люблю такого рода вещи потому что они смотрятся вообще по-разному если их сочетать с разными вещами мне также очень нравится сочетание такого рода платьев с кедами мне кажется это очень удобно стильно и скажем так своевременно единственно что жарко сейчас просто жарко а так лен с кедами с рюкзаком или какой-то такой достаточно спортивной сумочкой или сумочкой кросс боди тоже будет здорово а вот так шляпка сумка и босоножки уже такой получается образ ну можно сказать на пляж я бы сказала прогулка по набережной мы сейчас собираемся на детский день рождения нет уже принарядилась и показываю вам еще одно платье которое купила но не показывала потому что но было в отелье я немного вот здесь убирала рост немного нужно было потому что в пройме она была великом в общем это тоже платье льняное но не из чистого льна а из смеси здесь 40 процентов вискозы 60 процентов льна и это жат или он видите такой эффект помятости он как бы не разглаживается он специально такой не знаю насчет того как в нем будет жарко не жарко у нас сегодня в принципе прохладно гроза прошла ночью так что я еще беру с собой такую джинсовую куртку на всякий случай а само платье выглядит так она на подкладе так что я не думаю что это будет такое прям супер не жаркое платье хотя все возможно но она уже более нарядное хотя бы потому что белый цвет он в принципе как мне кажется более нарядный его можно и под пояс одевать под широкий такой кожаный пояс тоже будет очень здорово шляпка опять же и уже такой более расслабленный образ получается я естественно на платье не остановилась не прошла и мимо сережек там еще на них какая-то акция была поэтому я взяла вот вы видите название магазина они так в инстаграм называются можете зайти посмотреть но у нас этот магазин есть оффлайн то есть я прихожу все меряю но у них часто что-то покупаю нравятся вещи снимаю а куда ты убежал чего ты иди одевай платье едем на день рождения беги одевай платье у нас пойдем так много деток и Субтитры сделал DimaTorzok 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 А это Оля на спорте Эластичные ленты взяла для фитнеса И охлаждающие полотенце Его можно использовать не только в зале, но и на пляже, допустим Оно действует так, что его нужно намочить, хорошо отжать И за счет каких-то там волокон внутренних Оно как бы охлаждает тело Оно маленькое, прям маленькое Тоненькое То есть, соответственно, впитывать оно не будет, это полотенце совершенно точно не для того, чтобы им вытираться И просто невесомое И эластичные ленты, здесь три штуки Мне нравятся цвета Синяя, желтая и серая Это уже заказы за бонусные баллы Гель для душа Карамбола Это вот эти звездочки И маракуйя Аромат, ну такой фруктовый, типичный И бальзам для ног Ментол и арника С эффектом охлаждения Тоже за бонусы Это мне, видимо, подарили пробник для кухонных поверхностей И то, что я так ждала, это бестгальтер Я очень надеялась, что он мне придет и подойдет Потому что, к сожалению, у Фаберлик нет возврата нижнего белья То есть, подошел, не подошел, твои проблемы На меня он, кстати, сел И я этому очень рада Это новая коллекция И на него даже отзывов нет Но на меня он сел Это размер 75А Вот, и на меня он как бы сел прям отлично Я очень люблю нижнее белье Фаберлик Оно настолько у них качественное Так хорошо носится Классные модели Но у вот этого бюстика У него не было вообще отзывов Это новинка Я не могла даже понять толком, как он выглядит Поэтому прошу прощения, если меня смотрят мужчины Все-таки это женский канал Такой подробный обзор бюстика Я еще обязательно закажу себе трусики Просто не стала сразу заказывать Как бы с ним подойдет, но смысл Вот, смотрите, насколько он крутой Вот здесь вот чашечки Они прикрыты сеточкой Сеточка идет как бы с имитацией майки Здесь она тоже не пришита И вот здесь еще одним слоем Просто вот так кружево Которое находится под вот этой сеточкой Они есть в двух цветах Это бежевый и еще черный есть Вот эта часть, она широкая Кто такое не любит Это не ваш вариант Тоже здесь он выполнен в виде сеточек И эта модель, как мне кажется, по прототипу интимиссия Она без косточек Косточки здесь все-таки есть Вот здесь Они не давят Я просто не могу носить бюстики с косточками Вот уже как привыкла и привет Атласные бретели Вот эта часть Задняя часть регулируется Это модель push-up И с обратной стороны она выглядит вот таким образом Здесь есть кармашки Вы можете как вытащить вот этот push-up Который здесь находится Так и вставить еще какой-то Если хотите добавить объема побольше Невероятно комфортный Классный, удобный бюстгальтер Супер Надо, наверное, еще и черный взять Но смотрите Если вы часто носите открытую такую одежду Ну не очень он вам подойдет Потому что его видно То есть он выполнен как в виде маечки А под футболки Какие-то закрытые платья Или зимой Просто фантастика Ну то есть под любую кофту Светырок Супер У нас просто какое-то свето-представление С ночи лил жуткий ливень Затопило весь город Даже по новостям показывали Ростов В общем машины плавают Там дедушка чуть не утонул В общем люди чуть не погибли Потому что вода не сходит То есть прям на лодках переправляют людей Это просто какая-то жесть И с утра самого я проснулась И было так темно Как будто прям вечер И в 12 часов дня было очень-очень темно Но вот знаете прям как будто смеркается Вот сейчас чуть-чуть так стало посветлее Я вышла на балкон Ох, что-то у меня надо было сейчас Девочки как всегда что-то не поделили В общем я вышла на балкон Для того чтобы было достаточно света Потому что в доме невероятно темно Я с утра решила, что как бы ладно Пусть этот день будет полностью посвящен Ничего не деланию и сериальчикам Кстати, я за последнее время Просто с запоем посмотрела два сериала Один из них Почему женщину убивают Он реально классный Не знаю, долго его избегала Очень И мне он очень понравился И второй сериал Это наш русский Тест на беременность 2 Первую часть У меня садится голос постоянно Первую часть я смотрела Несколько лет назад Когда была беременна Ульяной А вторую часть Вот получается Узнала, что она есть сейчас Прямо за поем посмотрела Но это такой сериал Вообще не для всех Во-первых, далеко не все любят русские сериалы Типичные русские сериалы Во-вторых, там прям показывают Ну, такие какие-то хирургические моменты Там, как кожу разрезают скарпелем В общем, там процесс родов Ну, вот прям такие вот показывают Операционные, хирургические, врачебные моменты В общем, это прям вообще не для всех Но мне прям понравился Классный сериал Там такое прям переплетение Переплетение Очень сильное всякое Много разных любовных линий И сейчас Тоже долго его избегала Смотрю рассказ Служанки Первую серию я смотрела очень тяжело Как бы вот я думаю Блин, выключить сейчас Или еще чуть-чуть посмотреть Мне вообще не понравилось Я думаю, все У меня подружка так рекомендовала мне этот сериал И сказала, что после двух серий будет ок Ну, действительно То есть после двух серий прям затягивает У меня муж не смотрел Вместе со мной не садился смотреть Но он работал, получается Мне нравится этот сериал И он тоже как бы заинтересовался Ну, вот он как-то вовлекает в себя Это антиутопия И просто Как это чудовищно Но, кстати, знаете Я ловлю себя на мысли Что если бы еще год назад Мне сказали, что Нас всех посадят дома Что почти весь мир будет сидеть По домам При этом не будут работать там Почти все предприятия Все будут носить маски Я бы сказала Да нет Ну, это нереально Просто нереально Это экономика Это... Нет, это просто невозможно Сказала бы я еще год назад И такое же у меня ощущение Когда я смотрю этот сериал Особенно там первые две серии Это было полное отрицание того Что такого не может произойти ни за что Это слишком фантастично А сейчас я вот вспоминаю о том Что еще год назад я бы сказала Что то, что произошло с нами этой весной Это невозможно И какой-то страх внутри меня появляется И мысль о том, что оказывается По сути, возможно, все Ну, в общем, как-то так Так вот, у нас свето-представление И я думала, что весь день проваляюсь Просто смотрю сериал Просто заказала даже пиццу Кстати, вовремя Потому что у нас сейчас просто отрубили свет Видимо, это связано тоже с тем, что происходит Какая-то авария И насколько это отключенный свет Я не знаю Телефоны не зарядить Интернет не работает Дети в шоке А еще у меня случилась очень неприятная ситуация Я потеряла флешку дома На ней так много различных материалов Для влогов И про машинку для маникюра Я рассказывала И про сам маникюр Но там много чего Много чего должно было войти В предыдущий влог И не вошло по этой причине Он получился короче, чем Короче и менее содержательный Чем предполагалось Но как-то даже обидно Я не понимаю, куда она могла деться Она просто испарилась в воздухе При том, что флешку я обычно кладу На одно и то же место Ну ладно Примерно что-то похожее Наверное буду снимать Вам рассказывать Это все дублировать А мы с вами увидимся В следующих влогах А лучше я буду надеяться На то, что завтра все наладится Свет включат И с утра начну продуктивный день Продуктивную мотивацию сниму для вас Я заодно сделаю уборку в доме И это видео, я надеюсь Выйдет в ближайшие дни С отличной, классной мотивацией Для вас До встречи в новых роликах С вами была ваша Лена Власенко Всем пока-пока Редактор субтитров А.Семкин